Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер посетит Россию 23 марта. В ходе визита он поднимет вопрос о судебном процессе над Надеждой Савченко. Официальный представитель правительства Германии Штефен Зайберт отметил, по их мнению, процесс над Савченко противоречит букве и духу минских договоренностей. Во время поездки в Москву Штайнмайер поднимет тему выполнения России достигнутых соглашений. Напомню, в ближайшие дни в Москву прибудет и глава Госдепартамента США Джон Керри. В Украине повысит социальные стандарты. Глава правительства Арсений Ценюк поручил Министерству социальной политики подготовить постановление Кабинета министров об увеличении на 6%. Оно должно предусматривать автоматическое повышение соцстандартов без подписания множества приказов, как это было в прошлом году. Минимальные зарплаты и пенсии должны вырасти с мая. Напомню, повышение предусмотрено в законе о государственном бюджете на нынешний год. Одна из самых популярных соцсетей Twitter отмечает 10-й день рождения. За это время число активных пользователей выросло до 337 миллионов. В компании отметили роль, которую сыграла социальная сеть в новейшей истории. В официальном видео кадры и твиты отдельных социальных политических движений и других событий, которые произошли за последние 10 лет. У водопада Виктория на границе Замбии и Зимбабве два знаменитых клифф-дайвера оттачивали свое мастерство. Спортсмены-экстремалы прыгали в воду с 30-метровой высоты. Мексиканец Джонатан Паредес и колумбиец Орландо Дукиа в ходе этапов мирового чемпионата по клифф-дайвингу обычно покоряют высоту не выше 28 метров. Паредес в прошлом году впервые стал победителем одного из этапов мирового первенства, а Дукиа – 13-кратный чемпион мира и обладатель двух мировых рекордов. Водопад Виктория внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он единственный в мире выше 100 метров и шире 1 километра. С языка коренного населения его название переводится как «гремящий дым». У Бразилии завязалась необычная дружба между человеком и пингвином. Дикая птица приплывает к мужчине в гости каждый год. Когда-то дедушка спас ее от неминуемой смерти. Это случилось в 2011-м. Житель рыбацкой деревушки Жоан Перейра де Соуза обнаружил на скалах недалеко от Рио-де-Жанейро детеныша пингвина, который был перепачкан нефтью. Птица не могла самостоятельно двигаться и питаться. Мужчина взял пингвиненка домой, отмыл и выкормил. Дал ему кличку Дин-Дим. Через несколько месяцев, когда у пингвина появилось взрослое оперение, он покинул своего спасителя, присоединился к сородичам и отправился на побережье Аргентинской Патагонии. А от Рио-де-Жанейро – это 8 тысяч километров. Мужчина думал, что попрощался с другом навсегда. Но в следующем году пингвин вернулся и снова прожил у дедушки несколько месяцев. Затем снова уплыл в Аргентину. Так происходит уже несколько лет. Бразильские биологи удивляются. Говорят, ничего подобного раньше не видели. По их мнению, Дин-Дим считает де Соузу членом своей семьи и, скорее всего, думает, что мужчина тоже пингвин. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова